Начиная со второго полугодия в школах страны появится новый предмет астрономия. Нововведение продиктовано изменением федеральных образовательных стандартов. Однако другой, не менее важной дисциплине, места в расписании не нашлось. Речь о половом воспитании. Говорить об этом на уроках не позволяет прежде всего законодательство, ограждающее детей от вредной информации. Пионером полового просвещения в школах стала Европа. 60 лет назад этот предмет появился в Швеции. В России четкую позицию по этому вопросу обозначил Павел Астахов. Он неоднократно заявлял, что сомнительная дисциплина может подорвать основы нравственности и морали в нашей стране. С этой точки зрения, согласно региональной уполномоченной по правам ребенка Татьяна Океанская, половое просвещение, безусловно, необходимо. Однако заниматься этим должны родители, а не учителя. Причин тому несколько считает детский обудсмен. Во-первых, это интимная сторона жизни, лезть в которую педагогу не следует. Во-вторых, в таком щепетильном вопросе необходим индивидуальный подход, не предполагающий классно-урочный формат. Родители своим собственным поведением, поведением я имею в виду, целомудренным что ли поведением, грамотным поведением в этой сфере должны показывать, что такое настоящая любовь, говорить о ее проявлениях этой любви. Вот в этом смысле своим поведением. Ну и плюс ко всему, если ребенок уже испытывает интерес к этой сфере, конечно, на его вопросы обязательно нужно отвечать. Мамам и папам не всегда удается подобрать правильные слова, чтобы удовлетворить не детский интерес своего чада. В этом случае помощи следует просить у школы. На родительское собрание можно пригласить психологов и медиков, которые расскажут, как грамотно вести диалог с ребенком о том, чему в школе не научат. В стандарте этого нет. Мы решаем эти вопросы за счет неурочной деятельности, за счет какой-то внеклассной работы. Вот есть такие курсы в рамках вариативной части, но это не курс половое просвещение, знание о том, о том, о том. Это больше курс воспитательный все равно. В школе номер 37 классы разделены пополам по гендерному признаку. Такой подход практикуют с 9 по 11 классу уже 3 года. За это время система доказала свою эффективность. Мальчики и девочки друг друга не отвлекают, а результаты экзаменов улучшаются. Эта система создана для того, чтобы в полной мере учесть возрастные психологические половые особенности детей, потому что разная скорость созревания, разный способ усвоения информации. Для них нужны разные типы заданий, построение урока для этих детей разное. В школьном расписании 11-классников есть предмет нравственной основы семейной жизни. На нем ребята порзень прививают традиционные ценности нередко на примере отношений литературных персонажей. Взаимоотношение полов в этом предмете как расстроится? Никак. Мы этого не касаемся. Мы говорим только о нравственной стороне этого вопроса. Мы говорим о добре и зле, об ответственности и о том, что составляет суть семьи, именно основываясь на любви, ответственности, доверии и поддержке. Рассуждать с подростками о таких важных категориях, как любовь, семья и нравственность, несомненно, полезно. Неясно одно, где они найдут ответы на те вопросы, о которых в школе предпочитают молчать, а дома разговаривают неохотно. Максим Серебряков, Антон Осипов, РТВ Иваново.